Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро! В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я её ведущая Евгения Шерменёва, звукорежиссёр Евгений Копеин. Сегодня прекрасный морозный день. Прямо вот под Рождество у нас в Риге отличная погода. А на связи у нас онлайн из Варшавы. Переводчица, куратор, театральный деятель. Я не знаю, очень много всего делающий человек, эксперт. И, мне кажется, и специалист в русском искусстве и в современном тоже. Агнешка Любомира Петровска. Здравствуй, Агнешка. Здравствуйте. Очень рада тебя видеть и поздравляю тебя с наступающим Рождеством. Я подумала, как хорошо, что именно сегодня, за день до Сочельника, мы встречаемся с тобой, потому что Польша, как католическая страна, это очень широко празднует. Это для вас большой праздник. И поговорим мы сегодня с Агнешкой о том фестивале, на котором мы с ней недавно виделись в начале декабря. И в Кракове, где уже в это время были тоже праздничные рождественские украшения, рынки на главной площади города. Это такая рождественская атмосфера, которая соединилась для меня с атмосферой празднования польского театра современного. Я немножечко застала, но мы сейчас поговорим с Агнешкой, что за фестиваль и вообще, что происходит в польском театре сейчас. Потому что, наконец-то, мы сегодня поговорим о том, что происходит в Европе. Я весь этот год говорила о том, что происходило в России, в Латвии, в Литве. А вот до Европы мы добрались, наконец, под конец года в Сочельник. Почти. Хочу напомнить, что Латвия, Эстония и Литва тоже Европа. Да-да-да. Я имею в виду, что говорю о Балтии обычно, я потом ещё говорю о том, что происходит в других странах Европы. И вот сегодня мы добрались до Польши. Благодаря тебе. Итак, фестиваль назывался «Боская комедия», «Божественная комедия». Да? И этому фестивалю уже 14... Да, 14 лет. Вот это был 14-й фестиваль в этом году. В следующем году будет такой юбилей небольшой. Да? Какое ты отношение имеешь к этому фестивалю? Ты дружишь с руководством, ты знаешь всех, кто отбирает программу. Как вообще формируется фестиваль «Боская комедия»? Потому что на него приехали специалисты из разных стран мира знакомиться с современным польским театром. Я так понимаю, что этот фестиваль собирает лучшие спектакли польского театра в одном месте в Кракове в течение 10-12 дней, показывает их в концентрированной программе, и даже есть награждения, которые я увидела. Да, это самый главный фестиваль польского театра, такой итог, вот в декабре итог предыдущего года. Да, но принцип там главный такой, чтобы эти спектакли оценивались людьми, не связанными с нашей польской театральной тусовкой, чтобы они не обращали внимание на то, кто с кем дружит, кто чей ученик и так далее. Поэтому в жюри заседают только иностранцы. Иностранные кураторы, критики, которые приезжают посмотреть вот эту конкурсную программу, но фестиваль очень богатый, кроме этой конкурсной главной программы. В этом году появилась вторая программа «Молодёжная», чтобы показать то, что интересно среди молодых режиссёров, начинающих артистов. Плюс ещё всегда немного спектаклей из самого Кракова, которые не попали ни в одну, ни в вторую конкурсную программу. В этом году ещё была дополнительная программа «Белорусского театра», так как Польша очень сильно сейчас поддерживает мигрантов из Белоруссии, особенно молодую творческую молодёжь. И сейчас почти в каждом втором театре происходит какая-то программа, какой-то мастер-класс, какие-то читки и так далее, чтобы занять белорусских артистов, чтобы они не остались совсем без работы. И вот Институт Адама Мицкевича и Театральный институт из Варшавы приготовили такую большую программу спектаклей белорусских режиссёров, артистов, дискуссий и так далее, и так далее. И предложили директору фестиваля присоединить это к программе. То есть в этом году, помимо основной программы, которой уже 14 лет, появилась дополнительная программа молодёжного театрального искусства, там было отдельное жюри даже, потому что это была очень насыщенная программа. И вот были дополнительные дискуссии, дополнительные спектакли, которые были показаны вне конкуренции. Как я понимаю, тот спектакль «Три сестры» из ТР «Варшава». Это как бы новость, потому что раньше эти молодые спектакли были вместе с мастерами в конкурсной программе. Не знаю, насколько это было сознательно сделано, чтобы не получались такие ситуации, как раньше, что свежий выпускник Театральной Академии, Шиштоф Горбачевский, получает гран-при, а проигрывает ему его мастер Кристиан Лупа. В этом году были два спектакля Лупы, один онлайн, второй в живую, но оба были просто как спектакли мастера вне конкурса. Был спектакль «Персибаля» из Старого Краковского театра и ТР «Варшава», тоже вне конкурса и программы. И, конечно, спектакль Бартоша Шедловского, значит, директора фестиваля. Это всегда, так как он еще и режиссер, кроме того, что директор театра и директор фестиваля, то его спектакль всегда вне конкурса, потому что он не может... Ну да, не может сам себя выставлять на витрину. Но вне конкурсная программа, которую как раз я и застала под финал фестиваля, в основном посмотрела вне конкурсную программу, она все равно, конечно, дает очень сильное впечатление о том, что происходит в польском театре. И я могу сказать, что во время фестиваля «НЕТ» мы привозили польский театр и показывали спектакли. И нельзя сказать, что очень много, но для меня лично вообще польский театр, конечно, начался со встречи с Фокином и с его рассказов и с нашей поездки на фестиваль «Конфронтация в Люблине», к которому тоже имеешь отношение, я так понимаю. В 2003 году я первый раз показалась в Люблине, вот с Фокином как раз. А Фокин ведь занимался польским театром и изучал и Кантора, и Гротовского еще в 70-е годы в «Современнике», когда он работал молодым режиссером. И вот через это я тогда познакомилась с польским театром. И ведь, надо сказать, сейчас в поддержку того, что ты рассказала про Белоруссию, ведь в 90-е годы в Польше очень много гастролировали независимые тогда только появившиеся театральные труппы из России. Ведь очень много принимали участие и в фестивалях, и гастроли организовывались. И вот таким образом тоже Польша поддерживала независимый театр России в тот период, приглашая их к себе. Скажи, пожалуйста, сколько вообще важных театральных фестивалей в Польше сейчас? Потому что мне кажется, это очень важно, что в вашей стране, когда это все открылось в 90-е годы, возникло очень много международных точек, соединения разных стран. Германия, и вся Восточная Европа приезжает, и страны бывшего СССР, вот Балтия очень много ездила. Какие фестивали, на твой взгляд, они формируют внешний круг такой польского театра, внешний круг взаимодействия международного? Фестивали, как ты сказала, очень много, и они вот начинали свою жизнь еще в начале 90-х, но сейчас эта ситуация немного поменялась, потому что, ну, конечно, все зависит от бюджета и многие фестивали стали быть беннале или вообще как-то не появлялись пару лет из-за недостатка денег. Особенно вот фестивали международные, потому что, ну, на это уже нужны большие деньги. Но сами названия международных фестивалей показывают, что это, какая идея была в самом начале. Это влюбление конфронтации театральной, это конфронтация Востока и Запада театрального. Потом в сторону контакт, контакт Запада и Востока. Это был фестиваль, придуманный Кристианой Майснер, великой польской директоркой театров, фестивалей, режиссеркой, которая, ну, просто очень значимое лицо для польского театра. Она создала этот фестиваль, вела его 10 лет и переехала в Обродслав, где стала худруком и директором театра «Вскоучестный». И там тогда организовала фестиваль «Диалог». И это был опять диалог Востока и Запада. И в этом году вот был 20 фестиваль. К сожалению, из-за пандемии, а раньше из-за недостатка денег, этот фестиваль 4 года не появлялся. Вот этот 20-й. И еще летом появилась информация, что это будет 20-й и последний фестиваль, потому что уже как бы город решил, что формула исчерпалась и уже как бы им не нужен этот фестиваль. Но, конечно, вся среда театральная начала писать письма и так далее, и так далее протестовать. И вот в октябре, в финальный день фестиваля, на сцену вышел мэр города Вроцлава, Яцек Сутрык. И там, вручая Кристине Майснере всякие медали и поздравляя с юбилеем, объявил, что он в переговорах с ней и что фестиваль остается в городе Вроцлава. Будут сохранять все-таки, да? Наследие такое. Плюс, конечно, фестивали польского театра, ну, такого, как «Золотая маска» в России, у нас нет. Вот можно как-то сравнить «Золотую маску» с «Божественной комедией» в Кракове, потому что у нас та же система. Есть несколько критиков театральных, которые отборщики, они ездят по всей стране, приготовляют свой список спектаклей для фестиваля. Ну и так, последнее слово, это директор фестиваля Бартош Шыдловский. Есть в Варшаве старый фестиваль, варшавские споткания театральные, варшавские театральные встречи. Но там нет жюри, там просто куратор приглашает спектакли из всей страны. А так у нас есть фестивали, например, в городе Калиш в театре, там очень старый фестиваль актерского мастерства. И там жюри отбирают только актерские работы. В Катовице фестиваль режиссуры. И там жюри отбирают лучшего режиссера из среднего поколения. Такого, который уже поставил несколько спектаклей, уже понятно, что он состоится. Есть в Штечине фестиваль малых театральных форм. И так есть в Забже фестиваль представленной действительности. И это спектакли только с современной драматургией. И ищем спектакли, которые реально так в точку рассказывают про... В сегодняшнее время, да? Да, и так далее, и так далее. Есть фестиваль в Жешове, в Тарнове. И так в каждом городе есть фестиваль с какой-то специфической темой. Скажи, пожалуйста, и таким образом театры в Польше... А еще есть очень важный фестиваль в городе Люблине, фестиваль сценографии. Ага, уже который посвящен визуальным решениям в театре, да? Да, приезжают спектакли, отобранные комиссией по сценографии и награждаются только исключительно сценографиями. Я хочу сказать, что учитывая вот такой большой объем таких вот связей, получается, что театральные трупы в Польше, они, в общем, путешествуют по стране. И можно посмотреть спектакль. Для этого не нужно, например, из Кракова ехать в Варшаву. Можно дождаться, когда он приедет в Краков и будет показан в Кракове. Правильно я понимаю? Ну и так вот из разных... 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 Отберут. Да, конечно. Да, но я имею в виду, что люди, которые особенно не увлечены театром, они всегда могут дождаться так или иначе какого-то другого коллектива у себя в городе, в маленьком, в большом. Так или иначе что-то происходит. Скажи, пожалуйста, у меня еще такой вопрос. А вот по итогам я вот прочитала, мы с тобой поговорили в Кракове, и ты сказала про статью Марины Давыдовой в Кольте по двум спектаклям Кшиштофа Варляковского, который вот будет в январе теперь в Кракове, тоже показан. И Люка Персиваля в ТР Варшава, который возглавляет Джегош Ежина, ТР Варшава. Это двое учеников. Я помню вот начало 2000-х, когда все возлагали надежды, было такое даже как будто бы соревнование между Ежиной и Варляковским. Все говорили о том, что есть два... Не закончилось? Все говорили о том. Они же вместе были в ТР Варшава как раз. Тогда он назывался Разматовщичи. И вот это вот все, все следили за этим, как это все будет происходить. И теперь у каждого свой театр. Я так понимаю, что Ежина недавно объявила о том, что они строят новое помещение, потому что ТР Варшава не очень большой. Что вот... Это поколение 50+, да, людей, которые... В Орляковске 60+. В Орляковске 60+, он постарше. Я имею в виду, что это все равно за 50. А что происходит в поколении от 30 до 50? Скажи, пожалуйста. Те, которые не выпускники, но уже появились. Какие имена ты сказала бы, чтобы обратить внимание? Вот это твой личный взгляд. Вот ты вот как человек, который вовлечен в эту деятельность. Что бы ты сказала? На кого, например, мне обратить внимание, если вдруг я поеду в Польшу и буду смотреть, куда пойти? Ну, это поколение, которое первое в 90-е появилось, это был Варяковский, это был Ежина, но были и другие, как Анна Аугустенович. У каждого был абсолютно свой стиль, нетипичный Анна Аугустенович. И каждый из них получил какой-то театр, ну, кроме Варяковского, который потом ушел в театр новый. И для него город построил новый театр. А Анна Аугустенович в Чачине была вот 25 лет худруком и директором. И вот с первого января уходит и передает. Но это очень хорошо и умно сделано, что она вот пригласила на работу молодого режиссера Якуба Скшиванка, которому 29 лет. Его спектакль был, впрочем, в Эстонии, в Нарве на фестивале. И он знакомился с труппой, начинал какие-то небольшие проекты с этим театром. И вот сейчас он с первого января будет под руком. Были тоже Петр, Чеплак. Они все работают. Но эти два имена Варяковского жена стали такими главными своего поколения. Потом пришло поколение, которому сейчас 45-47, значит, Клата, Клечевска, которые уже вошли с совсем другим языком. Помимо того, что обращались к похожим текстам, особенно вот к классике. Но уже у этого поколения 40+, очень сильное влияние было на их язык сценической поп-культуры. Которая как раз открылась в их подростковом возрасте, когда открылись двери юности. Но все-таки это следующее за Яжино и Варяковским поколение. Они все-таки работали вот тоже на больших сценах. Они делали большие спектакли, зрелища. Чуть моложе, но тоже уже 45, Моника Стрэмпка. Тоже очень выразительная режиссерка, которая работает всегда в тандеме со своим жизненным партнером, драматургом Павлом Демирским. Они вошли как бы совсем по-другому в театр, потому что они начали ставить очень сильно политический театр. И так как в эти времена, когда они появлялись в театре в Польше власти были либералы, они были очень строго левые. И они обращали внимание на тех, про кого забыла новая демократическая Польша, когда шли реформы, когда все развивалось, но мы забыли, что в маленьких городах есть люди, которые вообще не успевают за всеми этими переменами, они очень много потеряли, и они скучают по предыдущим временам, когда все было спокойно, у каждого была работа. Когда была какая-то устойчивость до этого времени, небыстрая смена. Да, и поэтому они очень сильно вошли в польский театр и обозначили свое место. Потом следующее поколение, это Кристоф Горбачевский, Рады Крыхчик, которые, вот, еще надо добавить, что все они, почти все, ученики Кристиана Люпы. Я не знаю, что было бы с польским театром, если бы Кристиан Люпа и Краковская театральная школа. Но можно я добавлю тебе, сейчас мы перейдем тоже, что спасибо Кристиану Люпе, потому что один из самых интересных режиссеров здесь в Латвии, Элмар Синковс, он ездил к нему на мастер-классы, потому что Кристиан Люпа открывал же международные вот эти вот школы, такие вот, поэтому мы тоже гордимся этим. Так значит, и следующее поколение Кристиан, все ученики Кристиана Люпы. Да, которых он уже не очень признавал, потому что они, им еще нет сорока или уже приближаются к сороку, но они уже новое поколение, электронное, виртуальное, и они это используют в своих спектаклях. И Горбачевский вообще ставит спектакли VR в этих очках и больше его интересует вот эта сторона. Технологический театр такой, да? Да, так или соединяет актерство, но все-таки чаще всего это артисты играют где-то в гримерке, а мы все на экране видим, плюс еще VR, только новые технологии. Живой человек скрытый где-то за кулисами, а мы смотрим результат того, как работают всякие устройства современные. А на свену им пришло поколение молодых девушек режиссеров, которые как бы хотели уйти от этой, но они тоже пришли уже в кризисное время, уже нет денег на эти декорации, на эти зрелища, и они делают очень такие интимные спектакли про человека, про женщину, про ее внутренний мир, чаще всего это вообще почти ноль декораций, ноль костюмов, и только какая-то очень интимная история, которая передается еще, что их отличает, что спектакли 50 минут, 60 минут и домой, а у Люпы ты сидишь 7 часов, в Орликовске опять. Да, не знаю, в Орликовске, я помню, в Авеньоне это все начиналось тоже в 10 вечера, Аполлония, и длилась, я не знаю, до рассвета, мне казалось, когда мы были. И у Люпы вот сейчас я смотрела, ну не сейчас, а в прошлом сезоне спектакль, который получил очень много, ну отметил, был отмечен в номинациях Литовской национальной премии «Золотые крестные сцены», Кристиан Люпа поставил в Молодежном театре Вильнюса Аустерлиц, роман Аустерлиц, который тоже длился 6 часов почти, и плюс еще там была выставка его поездки в Терезин из тех съемок, которые он там проводил. И я хочу вот как раз тебе сказать, что очень интересно, что для меня вот тоже польский театр это те польские режиссеры, которые сейчас ставят в Литве очень многое. Ты говорила про Яна Клятый, который поставил Бориса Годунова в Клайпеде, мы говорили про Кристиану Люпу, который поставил сначала в Национальном площади Героев Бернхарда, а потом вот Аустерлиц Молодежном. Мы говорили про Ежину, у которого в этом году вышел спектакль в Вильнюсе «Солярис». И мне кажется, это имеет большое значение, вот эти ваши связи между Литвой и Польшей. Вот такой обмен. И что надо добавить Анна Смолар из ну такого поколения помоложе, ей 40 лет. Она ставила тоже в Национальном Вильнюсе. И еще Агата Дудаградж, которая в Клайпеде тоже поставила. Да, поставила спектакль о художнике Караваджо. Караваджо. Скажи, пожалуйста, что происходит с приглашением режиссеров в Польшу? Какие вот мы называли Люк Персиваль, это бельгийский режиссер, который поставил сейчас ТР Варшава. Я знаю, Иван Ворыпаев работает в Варшаве, но он так немножко обособленно работает и делает многие спектакли. Что еще происходит? Расскажи. Был же у тебя отличный опыт работы с Константином Богомоловым, спектакль «Лед», который был даже показан в Москве, я его помню, великолепный Данут и Стенка в главной роли. Да, это был тринадцатый год, тогда были хорошие культурные связи между Польшей и Россией, поэтому вот в одиннадцатом году был большой фестиваль польского театра в Москве, а потом в тринадцатом году я была кураторкой фестиваля русского театра в Варшаве это была совместная работа Института Адама Мицкевича и «Золотой маски». Я придумала название этому фестивалю «Да-да-да», так как это единственное слово русское, которое точно каждый знает и поймет. А «Золотая маска», у нас «Золотые маски» тоже есть региональные и так далее, так что это бы лучше прозвучало это «Да-да-да». И тогда вот я придумала тоже, чтобы кроме того, что привозим спектакли режиссеров, то чтобы что-то осталось для польского зрителя надольше и предложила водкопродукцию, чтобы русский режиссер поставил русский современный текст и Богомов выбрал «Лёд Сорокина» в Национальном театре в Варшаве. И потом, через несколько лет, он поставил ещё в Национальном старом театре в Кракове пьесу без названия Чехова. Платонов, ну или Платонов, да, там вот как её переводят иногда. Да, 8 спектаклей в разных польских городах и театрах поставил Николай Коляда. Он был невероятно востребованным драматургом в конце 90-х, начале 2000-х. Есть Мурлин Мурло или Мёртвая Царевна. Они реально просто были почти в каждом театре. Хиты были польского театра до того времени. И потом вот я подумала, тем более, что я привезла его спектакли на фестиваль в Люблин. И его спектакли по русской классике очень понравились. Он приезжал во Вроцлав на фестиваль Диалог, в Гданск на шекспировский фестиваль. И я подумала, что можно попробовать и чтобы он поставил с польскими артистами, потому что такого театра в Польше нет. И оказалось, что есть публика, есть часть критики, которая очень хвалит эти работы. И он недавно поставил Вишневый сад в театре в Закопане. Это восьмая его постановка. Есть еще молодой московский режиссер Антон Маликов, который поставил пока два спектакля по Горькому. Один в Щетине, второй в Родоме. И перевел и как-то приложил много усилий для того, чтобы на русском языке вышла книга диалогов Кшиштофа Варляковского о театре. Да? О Шекспире. О Шекспире. За что ему большое спасибо, потому что книга интересная очень, конечно, этот взгляд на театр. Скажи, пожалуйста, и вот последняя премьера, которая была параллельно с фестивалем в Кракове, это Юра Муравицкий, режиссер из Москвы, который поставил «Ревизора», и ты была его помощником, ассистентом, я так понимаю, на спектакле, переводчиком или как? Нет? Я перевела пьесу «Ревизор», потому что я перевожу в последнее время в основном классику. Вот издала много назад сборник всех пьес Чехова Гоголя, тоже перевожу. И я просто работала, ну, я придумала эту постановку. ну, то есть ты придумала, чтобы именно вот эта компания, Юра Муравицкий и Галя Солодовникова, художница, сценограф. Да, чтобы они приехали и поработали в Варшаве, потому что то, как работает сейчас Муравицкий в последние годы, очень формально, отсылаясь к традициям Таирова, Вахтангова, Мейерхольда. Это совсем чужое нашему театру и поэтому и интересное, потому что у нас никто таким образом не работает. Так что вот вышла премьера очень успешно, очень все шокированы. И вдохновлены в то же время, я так понимаю, да? Да, но очень всем нравится, да, что вот и таким образом можно работать с артистом и читать классику. Скажи, пожалуйста, а ты увидела спектакль Муравицкого, когда была в Москве или каким образом ты про него узнала? Ну, Муравицкого я знаю больше десяти лет. Я с ним познакомилась еще, когда приезжала каждый год на фестиваль Каляда Плейс, была там в жюри, а Муравицкий как начинающий режиссер привез свой спектакль из Лызьвы. Да, да, он в Лызьве работал, да. Да, и этот спектакль был, потому что там на фестивале Каляда Плейс показываются спектакли по пьесам уральских драматургов Каляды и его учеников. По-моему, он поставил тогда Пулинович какой-то текст. Ярославу Пулинович, да, которая очень популярна тоже, одна из популярных драматургов России. и поэтому этот спектакль был интересным, мы как-то познакомились, подружили, и потом уже я наблюдала за тем, как он работает, но мне вообще как-то повезло со знакомствами, потому что Богомолова, я тоже с ним познакомилась, когда он был еще длиннее волосым начинающим режиссером. И благодаря Константину Богомолу давай продолжим эту историю и вашим с ним каким-то творческим отношением, ты ведь уже несколько лет являешься членом большого, большой литературной премии российской. Это НОС, это премия фонда Михаила Прохорова, это премия современной литературе русской, и ты являешься представителем сейчас, ты в жюри или в экспертном совете, я все время путаю где-то. То есть на тебя падает ответственность прочитать огромный объем современной литературы вышедших произведений? Когда я была пять лет в жюри, то да, то там надо было прочитать, потому что в этой премии нет этого этапа отборщиков, которые читают все подряд, только вот именно члены жюри читают все, что прислали издатели, эти 300 книг, а экспертный совет читает уже шорт-лист, лонг-лист, поэтому мы читаем 20 книг. 20 книг ты сейчас читаешь, лонг-листа, и потом объявляешь, и ты ездишь в Красноярск на дебаты? Да, в Красноярске в ноябре происходит книжная ярмарка, которую организует фонд Прохорова, и в рамках этой ярмарки там происходит невероятное количество интересных встреч с авторами, издателями, критиками, и вот среди них происходит тоже заседание жюри вместе с экспертным советом, которое публично перед зрителями обсуждает весь лонг-лист и выбирает, голосует за шорт. И вот шорт-лист объявляется по итогам вот этих дебатов в Красноярске? Да, и потом мы в конце января, начале февраля встречаемся в Москве, и тогда происходят финальные дебаты, и там мы публично тоже голосуем за победителя, обсуждаем весь шорт-лист, спорим такой двухчасовой шоу интеллектуальное, я бы сказала, потому что я всегда очень любила ходить, на самом деле, когда была в Москве, это такой перформанс отдельный, и каждый год там были разные люди, и в жюри, и в экспертном совете, между ними эти дебаты, обсуждения, как бы несостыковки или наоборот, ну, очень интересное, конечно, зрелище всегда. Скажи, из-за пандемии, все это происходит в зуме сейчас, значит, все собираются в Красноярске и Москве, кроме меня, потому что, ну, когда началась пандемия, очень сложно сейчас попасть в Россию, в Европу. Из Европы, да, и в обратную сторону тоже непросто. Агнешка, что хочу тебе сказать? Очень хочу, чтобы ты приехала и посмотрела Латышский театр. У меня такая есть мечта, потому что, мне кажется, что тут стоит многое увидеть, и очень надеюсь на встречу с тобой здесь, в Латвии, и сама тоже хочу приехать и посмотреть то, что не успела поймать в Кракове в этом году, и сейчас ты назвала столько. Я бы не поймала вот очень важных спектаклей, о которых мы не поговорили, а как понимание уже время. Да, мы должны заканчивать, да. Но, в общем, очень важное течение сейчас, это течение, связанное тоже с Миту, и оно очень сильно влияет на работы молодых режиссёров, которых мы могли посмотреть именно на Боссской комедии, впрочем, один из этих спектаклей получил главную премию молодёжного течения. Так что важные, серьёзные высказывания, и это влияет реально на польский театр. Скажи, пожалуйста, назови мне имя режиссёра и театра, который получил максимальное количество премий в этом году на Боссской комедии со спектаклем «Дядя Ваня». Это Театр Людовый в Кракове, который находится в Новой Хуце и который был каким-то одним из многих средних театров Кракова. Там недавно худруком стала Маугажата Богоевска, режиссёрка, которая поставила вот этот спектакль «Дядя Ваня». Пьеса Чехова в моём переводе добавим. И это было невероятно неожиданно абсолютно, что жюри, которая даже сказала в своей речи о том, что они как бы уже им надоело этот постедраматический театр и что они хотели, искали и вот нашли интимность, разговор, тихий разговор про человека, про его душу именно в этом спектакле. И этот спектакль получил гран-при и четыре главных премии за лучшую женскую и мужскую роль первого плана в мужскую и женскую второго плана. Так что все призы ушли к «Дяде Ване» пьесе Чехова в переводе Агнешки Любомира Петровска на фестивале «Боская комедия» в Кракове в декабре этого года. И будем на связи и очень надеюсь тебя увидеть. Спасибо тебе большое очень вдохновляющий разговор и для меня очень много нового интересного и я думаю что для наших слушателей тоже и Польша не так далеко всегда можно долететь и посмотреть что-то хорошее. и многие спектакли во многих театрах Варшавы и Кракова играются с английскими субтитрами так что можно ехать и смотреть. Чудесно! Спасибо большое хорошего тебе дня и с наступающим тебя Рождеством! Наступающим! Спасибо всех слушателей с наступающими праздниками и теперь мы с вами услышимся только уже в новом году и поговорим о том что будет интересного в театре. Увидимся! Спасибо! Спасибо, Субтитры создавал DimaTorzok